Дамы и господа, я всех приветствую! Сегодня я хотел бы рассказать вам о своем новом приобретении. Это MacBook Pro 15 дюймов 2019 года. Это новиночка на i9, но это будет не такой обзор. Знаете, как бывает иногда люди записывают обзоры, просто зачитывают какие-то характеристики или нахваливают устройство. А я буду немножко даже сравнивать это устройство с тем, чем я пользовался до этого. Сзади меня вы можете видеть MacBook Pro 15 2017 года. Те, кто меня давно смотрит, те знают, что я пользуюсь этим MacBook уже больше 2,5 лет. И это моя единственная основная машина для работы. Это очень удобный инструмент, который я по достоинству оценил. И теперь, когда у меня возникает вопрос, что же купить для работы, я в общем-то сильно не распаляюсь и выбираю MacBook. Именно по этой причине я купил себе новенький MacBook. Сегодня я расскажу, чем он отличается в лучшую сторону. Что я заметил из кардинально нового, то, что Apple смогли сделать в этом новом MacBook. И что можно по достоинству оценить. Итак, начнем с того, что этот MacBook ничем не отличается в плане комплектации. Там точно такой же 87-ваттный блок питания и кабель для нормальной мощной подзарядки в комплекте. Кабель от MacBook 2017 года у меня до сих пор живой. Никаких проблем, он нигде не перегнулся. Хотя я его везде с собой возил. То есть это и в разные страны, и на моря, и так далее. И естественно, он у меня сталкивался с совершенно разными эксплуатационными случаями. Кабель остался целым. И это огромный плюс. Потому что я, честно говоря, думал, что первое, что мне придется делать в MacBook 2017 года, это кабель зарядки. В MacBook 2019 года, вот это он, кстати, в нем кабель точно такой же качественный. Я не заметил никаких проблем. Конечно же, опыт покажет. То есть спустя время я смогу что-то рассказать. Но уже сейчас у меня этот MacBook где-то, ну, наверное, недели три. Может быть, где-то вот так он у меня в использовании. И пока что никаких нюансов и проблем. Блок питания такой же глянцевый и такой же царапучий. Если вы любите устройства, которые будут идеальным внешним видом обладать на протяжении всего эксплуатационного времени, то это не блоки питания Apple. Потому что эти блоки питания, они царапаются жутко. Я свой блок питания особо не берег, поэтому он весь в царапках. Новый блок питания точно такой же глянцевый. Я думаю, что его постигнет точно такая же участь. Теперь по поводу покраски самого MacBook. Он точно так же хорошо прокрашен. Почему не купил версию Silver? Я, честно говоря, думал об этом. Но меня всегда в конечном счете заставляет купить то или иное устройство цена. И Silver стоил на 50 долларов дороже. Я подумал, зачем мне переплачивать 50 долларов? Я на эти деньги могу что угодно купить, но только не выбор цвета MacBook. Именно поэтому я выбрал Space Gray, который мне уже был знаком. Некоторые говорили о том, что он очень маркий, он очень плохой. Да, он маркий. Да, это его такая особенность. Если вы постоянно трогаете его жирными руками, руки почти у всех людей жирные, то понятное дело, что на нем будут оставаться отпечатки. И мой MacBook не исключение. Он точно такой же марки. И эти отпечатки нужно постоянно протирать. Я всегда с собой старался носить какую-то тряпочку. Даже вот здесь у меня есть тряпочка специальная. Вот такая вот, которую я специально держу рядом с MacBook'ом и пылинки с него сдуваю. Но это не помогает, потому что стоит его укомплектовать в какой-то чехол и куда-нибудь унести по работе. Пару раз помацать. Все, он весь уже заляпанный. Особенно это касается яблочка. С новым MacBook'ом точно такая же ситуация. Ничего не исправили. За время, вот пока он у меня, у меня нигде краска не облупилась, нигде он не поцарапался. Ну, я думаю, что на этом сходства практически закончились. Он точно такой же по габаритам, он точно такой же по весу, он точно такой же по дисплею. Я не заметил, что дисплей кардинально ярче или тусклее, или что он отличается по цветопередаче. Может быть, они поработали над дисплеями, он стал чуть-чуть иметь другую цветопередачу, но взглядом я этого заметить не смог. И даже сейчас вы можете заметить, вот два ноутбука рядом стоят. Единственное, что яркость у них не одинаковая настроена. Но они показывают совершенно одинаковую картинку. И теперь начинается самое интересное, отличие. Этот MacBook новый точно так же имеет 4 порта. Эти 4 порта уже отличаются тем, что я не знаю, честно, я вот не смотрел никакие обзоры, никакие текстовые рецензии. Я не знаю, что они сделали, но эти USB порты переделаны вот просто полностью. Теперь, когда я вставляю в порт что угодно, неважно какой кабель, это может быть адаптер совершенно неродной. То есть я к этому MacBook подключаю адаптер от бренда Ugreen в основном, ну и еще там парочку адаптеров. Это неродные, не Apple девайсы, поэтому понятное дело, что они как работали, так и должны работать на новом MacBook. Но здесь оно все по-другому. Когда ты вставляешь, ты слышишь такой сильный щелчок. То есть явно, что проблема не в том устройстве, которое ты подключаешь. Даже не проблема, нюанс, назовем это нюанс. Не в том устройстве, которое ты подключаешь, а в том устройстве, в которое ты все это подсоединяешь. Что дает этот щелчок? Я заметил, что все устройства, которые втыкаются в USB-C, фиксируются. И причем фиксируются настолько сильно, что просто так вытащить не получится. Я вам, ну, к примеру покажу, подсниму, конечно, для этого видео все сопутствующее. И покажу, как легко вытаскивается из USB-C 17-го года кабель. И как точно такой же кабель тяжело вытаскивается из MacBook'а 19-го года. Вплоть до того, что ты будешь его дергать и вместе с MacBook'ом он будет двигаться. Это говорит о том, что они доработали эти порты и этого мне очень не хватало в моем MacBook'е 17-го года. Я не скажу, что я ради этого поменял MacBook, потому что я даже не знал, что эта штука в нем есть. Но это очень важная опция, которую я заметил сразу, как только начал пользоваться. И это действительно огромный плюс. Следующий момент это то, что не все аксессуары, которыми вы пользовались, могут теперь работать на 19-шке. Я сейчас говорю про 17-й, 19-й. Почему? В 18-м я не пользовался, я его щупал, тестировал, но в личном использовании у меня его не было. Я думал его купить вместо 17-го, но вот пока я думал, прошел год, вышел 19-го и я купил 19-го года MacBook. Так вот, у меня есть кабель, который преобразует USB Type-C в дисплейпорт, не помню у кого поколения. Самый последний дисплейпорт, по-моему там 1.2 или 1.4, неважно. Так вот, этот кабель не работает с моим MacBook 19, хотя с 17-м он работал корректно. Этот кабель, кстати, был выпущен, когда 19-шки еще в проекте не было. Он был выпущен, когда даже 18-го года MacBook'а, по-моему, еще не было. Поэтому логично, что так как это не оригинальный кабель, что-то там Apple у себя поменяло, и этот кабель уже не работает с этим MacBook'ом. Вернее, как? Он картинку передает, все четко, все стабильно, но периодически трекпад начинает тупить. То есть он вот так вот, курсор начинает залипать. Ты двигаешь, двигаешь, раз, мышка остановилась. Потом продолжает дальше двигаться, хотя все это время ты двигал пальцем мышку. Двигал вот курсор пальцем. Это как бы особенность, которая заставила меня перейти с дисплейпорта на HDMI 2.0. Хотя я долгое время пользовался исключительно этим кабелем. Это не скажу, что это прям какой-то недостаток, но это нюанс, который вам стоит учитывать, если вы пользуетесь различной периферией, не от бренда Apple. Будьте внимательны, что что-то может работать не так или не работать вовсе. Вся остальная периферия у меня работает исключительно хорошо. Этот единственный кабель, с которым у меня возник такой нюанс, такая проблема даже я могу сказать, он у меня от бренда не сильно популярного в Китае и уж не сильно популярного у нас. Я как-то у себя на канале здесь выкладывал этот кабель, можете посмотреть. Может быть эта компания выпустила какой-то новый кабель, который как раз таки будет работать с макбуками 2019 года. Но сути это не меняет, у меня сейчас есть именно этот кабель и я им пользоваться уже не могу. Следовательно, я его вынужден буду продавать. Вот такой вот небольшой нюанс. Следующий момент касается звучания. Естественно, так как YouTube это не просто хобби, я очень многое время монтирую видео. И конечно же, когда я монтирую видео, самое главное для меня это то, как звучит тот продукт, который я прослушиваю, звуковая дорожка. Много времени я могу монтировать в наушниках, но очень много времени я монтирую также и используя динамики самого макбука. Я вам скажу такой нюанс, динамики в макбуке 2019 года улучшились, значительно улучшились, звук улучшился, появился бас, появилась такая богатая составляющая звука. Слушать музыку приятней, но так как наверняка вы знаете, я в основном использую такие разговорные видео и снимаю разные обзоры, распаковки, то понятное дело, что в основном у меня звуковая дорожка это речь. Так вот, слушать речь на новом макбуке уже не комфортно, она такая басистая какая-то получается, какая-то чересчур насыщенная, жирный такой, знаете, получается звук, богатый. Я же говорю, музыку слушать просто удовольствие. Если макбук 2017 года я включал кому-то, то мне говорили, вау, это макбук звучит, это вот эта вот тоненькая штуковинка, так круто звучит, он звучал громко, сочно, чисто, но не хватало баса. Теперь, когда я включаю макбук 2019 года, вот такие вот глаза, вот такие вот глаза, потому что звук действительно улучшился. Даже не нужно, знаете, как бывает, чтобы услышать разницу, иногда нужно включить один источник, а потом другой. Здесь ты слышишь разницу, потому что ты просто запоминаешь, как звучит макбук 2017 года, и здесь она просто вот небо и земля, несравнима. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Что касается звука из наушников, я не заметил разницы. Может быть, они доработали что-то, но я разницы не заметил. И еще нюанс касается разных модулей беспроводных. Wi-Fi работает так же хорошо, так же четко, никаких проблем. Bluetooth работает так же четко, кстати, здесь Bluetooth уже пятого поколения. Wi-Fi поддерживается так же, как и раньше, 2,4 ГГц и 5 ГГц. Скорость просто молниеносная, но, к сожалению, я не могу проверить максимальную скорость макбука, потому что у меня интернет 100 МБ, потому что у меня интернет 100 МБ. А до этого у меня был 50 МБ очень многое время. Поэтому, естественно, я, так как интернет у нас дорогой, я не мог протестировать. Сейчас 100 МБ тестируют. Да, круто работает, шустрее намного, но это все равно не гигабит, который спокойно тянет этот макбук. А вот по поводу Bluetooth есть нюанс. Он стал работать на более дальнем расстоянии, потому что Bluetooth пятого поколения. Но у меня появилась проблема. Раньше я без проблем соединял с этим устройством свои телефоны и передавал некоторые файлы. Например, смотрите, какой сценарий интересный. Я снял какой-то обзор, смонтировал его, выложил на YouTube, все оформил, подписал. И потом я периодически стараюсь сделать картинку для видео, которое я публикую. Эту картинку я, как правило, снимаю на смартфон. И вот смотрите, я раньше снял картинку на смартфон, потом соединяюсь с макбуком, перекидываю по Bluetooth этот файл. Там 1 МБ он занимает примерно. Очень быстро все перекидывается. И все. Сейчас я не смог ни разу, вот за все это время, может быть, я не разобрался, может быть, какие-то настройки нужно сделать. Но я ни разу не смог своего Xiaomi Mi 9 скинуть фотографию на свой новый макбук. Я не знаю, в чем проблема. Может быть, действительно, мне нужно подразобраться. Я беру на макбук 17 года, отправляю файл, он моментально принимает, все четко. Отправляю на макбук 19, вылезает ошибка, невозможно отправить файл. Что не так, я так и не понял. Может быть, макбук теперь более защищенный и есть какие-то хитрости, какие-то настройки. В этом нужно покопаться, пока просто не было времени. И поэтому я делаю по-другому. Я заливаю фоточку ВКонтакт. Она, конечно, чуть-чуть съедается по качеству, но так как разрешение высокое, оно не сильно ощутимо. И потом ее с макбука уже скачиваю и устанавливаю на YouTube в качестве превьюшки. Вот такой вот небольшой лайфхак, если вы делали точно так же. Следующий момент касается клавиатуры. Так как я достаточно много печатаю и вообще взаимодействую с клавиатурой, то я сразу заметил, что клавиатура изменилась. Да, я там читал, что она теперь называется не бабочка, а ножницы. Они там полностью ее пересмотрели, но лично для меня это вообще ни о чем не говорит. Хотя, я думаю, что и для большинства. Ножницы, бабочка, да какая разница. Нам главное, чтобы она работала качественно. В макбуке 2017 года за 2,5 года использования у меня клавиатура 3 раза залипала. 3 или 2 раза, я вот точно не помню. И как это происходило? Один раз у меня залип пробел, то есть я нажимаю на пробел, а он как бы вот залипает клавишей и все, и назад не возвращается. И один раз у меня какая-то буква залипла. Происходило это с периодичностью где-то раз в полгода. В общем-то это легко чистится. Я не стал покупать никакие клизмы, ничего. Я продул, просто вот так начал дуть на клавиатуру и все. Я поставил под определенным углом макбук. Там на сайте Apple есть уже давно инструкция, как это делать. Я все это продул и клавиатура не залипает. Надеюсь, что новая клавиатура вообще будет лишена вот этой проблемы. Говорят, что в 2018 году там исправили проблему, но появилась какая-то другая. Не знаю. Но говорят, что в 2019, вот Apple вот клянется, что в 2019, модель 2019 года, уже все, уже никаких проблем у вас не будет. Пока что никаких проблем нет. Ну, может быть, что-то появится. Но, отмечу, что клавиатура нажимается намного мягче. Ход у нее точно такой же маленький. Очень я к нему привык. И для меня это действительно очень приятная клавиатура. И когда я пересел на новую, я не заметил никакого дискомфорта. Она такая же приятная, удобная, но она изменилась тактильно. То есть она более мягче. То есть как будто пальцы чуть более туда проваливаются. Нужно просто чуть перестроиться. И шум у нее меньше. То есть, когда ты печатаешь быстро, шум у 2019 года, он такой глухой. Может быть, не такой благородный. Ну, в общем-то, кому как. Мне очень нравится, как работает новая клавиатура. Трекпад остался точно таким же. В общем-то, я не заметил. Может быть, они что-то там изменили. Но я не заметил каких-то существенных изменений. Что вот он стал отзывчивей. Или лучше стал работать. Трекпад на моем 17-го года макбуке тоже работал исключительно. Некоторые задаются вопросом. 256, 512, терабайт, 2 терабайта. Купить внешний SSD и сэкономить на SSD внутри макбука. Смотрите, у меня такие задачи. Я много монтирую видео. Я много работаю с разными файлами. Я занимаюсь не только монтажом и ютубом. У меня есть еще несколько видов деятельности в интернете. И мне много памяти не нужно. Я все, что мне нужно, храню на внешних дисках. Поэтому для меня 512 гигабайт это был потолок, который мне не нужно преодолевать. 256 гигов мне было бы мало. Просто я сужу по той памяти, которая у меня была уже установлена. И я понимаю, что у меня, допустим, из 512 занято всегда 300-400 гигов. Периодически чищу, но всегда занято больше, чем 256. Поэтому я понимаю, что мне 256 было бы мало. И я так думаю, что большинству людей 256 гигов будет мало. Смотрите на модельки 512. Теперь по поводу видеокарты. У меня такая же видеокарта 4-гигабайтная 560 серия. Естественно, в новых макбуках это уже серия X. Рендерит он быстрее. Я сюда постараюсь вклеить те видео, которые я отснял на телефон. Еще сразу, как только я купил этот макбук, я сразу начал тесты, насколько быстрее он рендерит. Потому что это было одним из критериев, почему я купил новый макбук. Мало того, что мне очень хотелось. Более свежий компьютер, более новый. Посмотреть на эту новинку, пощупать ее. Так еще и хотелось большую скорость монтажа и рендера. Монтаж улучшился, он стал более плавным. Но опять-таки более тяжелые проекты. Сильно тяжелые проекты. В 4К я не монтирую, поэтому я ничего не могу сказать. Но вот Full HD 60 кадров, он тянет без проблем проекты, нагроможденные эффектами, переходами и всем остальным. Периодически, так как оперативки у меня 16 гигов, а не 32, мне приходится перезагружать приложение. Потому что, ну, чтобы все устаканилось и на свежую как бы загрузилось. Кто занимается монтажом, тот понимает о чем речь. Потому что MacBook это все-таки, хоть и очень мощное устройство, но все-таки для монтажа лучше использовать 32 гига оперативки. Об этом, кстати, сама компания Adobe заявляет. Грубый просто пример. Я вот монтирую видео. У меня получился файл, допустим, на 5 минут. Конечный файл. Я его отправляю в рендер. И раньше этот файл заставлял вентиляторы на 17-го года MacBook крутиться. Потому что уже из-за того, что процессор нагревался, требовалось дополнительное охлаждение. Запускались вентиляторы, ты это все слышал. Ну и понятно, если файл там 25-минутный, то там просто MacBook колошматит все эти 25 минут, жарит, вентиляторы крутятся, ты это слышишь. На MacBook 19-го года я беру этот же файл, я прям проделывал этот тест на 5 минут, и у меня вентиляторы не крутятся. И это не просто стечение обстоятельств, или то, что MacBook был какой-то замерзший, или что-то такое. Он реально меньше греется. Ну что ж, а сейчас проведем эксперимент. Это MacBook 15 Pro 2017 года. Это MacBook такой же, в принципе, из того же сегмента, Pro 15, но 2019 года. Тут i7, а тут i9. Итак, запущу на рендер один и тот же проект, с одинаковым качеством предустановленным. Ну и пока кодируется, небольшой нюанс. Вот такие вот параметры у этого предустановленного пресета. Он мне очень нравится, очень хорошее качество кодирования получается. Еще момент, это то, что у меня здесь установлен энкодер 2019 года, а на новом MacBook я поставил энкодер 2020 года. Это, конечно, может немножко сыграть в плюс. Ну и, конечно же, я выбрал здесь немного устаревший, но все же OpenCL. Вот ускорение. Ну и, в общем-то, уже выполнено кодирование. Давайте посмотрим, с каким результатом. Выполнено. И вот он пишет, что за 2 минуты 5 секунд. Итак, точно такой же проект, точно такие же характеристики. Запускаем на рендер. И, конечно же, здесь мы выставляем тоже ускорение с помощью OpenCL, для того, чтобы все было по чесноку. Хотя, Metal это более прогрессивно. И, как бы, сейчас посмотрим, потом я уже буду делать какие-то другие дополнительные тесты. Ну, в общем, уже сейчас я вижу, что рендер проходит как будто бы чуть быстрее, уже даже на старте. Вот кодирование завершено. Давайте посмотрим, сколько времени ушло. 1 минута 37 секунд. При этом, это не самый длинный ролик кодировался. И там не сильно прям так много эффектов. И вот вы можете заметить, что разница существенная. То есть, минута... Ну, пусть, давайте округлим. Минута 40. И здесь у нас было, ну, почти, да, 2 минуты было. К тому же, этот, в момент, когда он достиг середины, может, там чуть больше середины, начал уже запускать вентиляторы. Этот ни разу не запустил вентиляторы. То есть, ему охлаждение при этом рендеринге вообще не понадобилось. Меньше греется, выполняет более сложные задачи, большая производительность, быстрее. Кстати, он реально быстрее запускает приложения, быстрее работает с тяжелыми приложениями, с многозадачностью. И сам i9 я по достоинству оценил. Он реально очень мощный. Но есть нюанс, есть определенный предел по мощности. Я без проблем мог бы себе купить самый топовый MacBook на Vega 20. Там, что у них там еще? А i9 какой-то супер крутой, разогнанный там стоит. Я мог бы купить этот MacBook, он стоит 4,5 тысячи долларов, насколько я помню. Бессмысленная покупка. Потому что в таком маленьком корпусе, такое мощное железо, будет постоянно скидывать частоты и будет постоянно перегреваться. Есть определенный предел, который можно запихнуть вот в это пространство. И это i9, это 1632 и это Radeon Pro 560X. Не Vega. Потому что Vega будет очень сильно жарить и постоянно будет скидывать частоты. Поэтому я купил себе именно вот этот. Это для меня считается топовый MacBook, поэтому я буду называть его топовым MacBook. Остальное это более топовое железо, но бесполезное совершенно в рамках этого корпуса. Итак, что мы имеем. MacBook получился отличным, он меня устраивает, он работает стабильно, у меня он не глючит, ничего. И я честно рад, что я когда-то пересел на MacBook, я начал пользоваться продукцией Apple. Именно вот про ноутбуки я говорю. Я сейчас не говорю про телефоны, которые я терпеть не могу. Вот айфоны это то, что я не могу терпеть. Может быть когда-то я пересмотрю свое мнение, но айфоны это ужас. Так вот, этот MacBook оставил у меня отличные впечатления. Это моя основная рабочая станция, поэтому я буду продолжать им пользоваться. У меня никаких к нему серьезных претензий нет. Да, хотелось бы, чтобы у него было 32 гига оперативки за эти деньги, но 32 гига пришлось бы за них доплатить очень много. Там по-моему 700 долларов сверху. Я точно не помню, это такая цифра вскользь. Там был бы конечно по-моему терабайт внутренний накопитель. Ну короче, это был бы на порядок дороже ноутбук. И как бы да, был бы комфортней монтаж. Но у меня лично в моих задачах нет таких проектов, где необходимо кровь из носа иметь 32 гига оперативки. Но следующий ноутбук, конечно же, будет уже на 32. Через год-два может быть я его куплю и он будет уже на 32 гига оперативки. Вот такие вот у меня были мысли. Если хотите, называйте это обзором нового MacBook 2019 года. Кто, кстати, не в курсе, я сотрудничаю с некоторыми поставщиками, которые из-за рубежа привозят MacBook. Поэтому, если вы живете в Молдове, в Приднестровье и вы хотите себе MacBook или какую-любую другую технику Apple, то можно без проблем связаться. Пишите мне в комментариях, пишите мне ВКонтакте, в группу сообщения. И в общем-то договоримся. Но сразу говорю, вы не купите MacBook вот такой там за 1000 долларов. То есть нет такого. Халявы, шары нет. Есть официальная гарантия. Я себе, кстати, на этом MacBook сделал уже гравировочку. Ну, просто потому что она мне лично ничего не стоит. В общем-то, на гарантию это никак не влияет. Уж поверьте, если кто-то будет сотрудничать со мной, то полноценно год гарантии я даю. Независимо от того, будете вы заказывать гравировку или не будете. И еще нюанс, это то, что у этого Mac точно такая же осталась веб-камера. Точно так же у него Thunderbolt 3. Точно так же можно заряжать любой из портов. То есть каждый из портов этого Mac, он универсальный. Также поддерживает 4 монитора 4K, 2 монитора 5K. То есть это реально заряженный Mac, который по техническим характеристикам назад не сдал. Спасибо всем за внимание. Если есть что добавить или есть какие-то вопросы, пишите их в комментариях. Буду с удовольствием с вами обсуждать эту тему, если будет время. Хорошего вам настроения и пока.